привет дорогие друзья привет всем я думаю что вы соскучились по нашим видео из аланьи и после того как мы приехали из афьона поэтому смотрите новые видео из аланьи и обязательно подписывайтесь на наши инстаграм и все ссылки в описании но сегодня мы с вами надо маташи покажу вам новые цены на канатную дорогу пойдем в туристический информационный центр и зайдем на пляж посмотрим на море на солнце в общем на как народ отдыхает мы снимали очень много разных видео на дам латаши и на дам латаши очень много отелей пляжей ресторанов кафе ну и конечно же здесь есть канатная дорога и очень классный пляж который находится прям около горы вот вот с той стороны здесь можно купить различные различные соки например от 8 7 6 10 10 лир и так далее ну и конечно же в той стороне находится пляж туда мы пойдем чуть позже ну а сейчас покажу вам цены на канатную дорогу цены изменились и сейчас билет туда обратно стоит 28 лир для детей 17 лир билет в одну сторону 22 лиры и для детей в одну сторону 14 лир канатка у нас открывается в 9 30 и закрывается в 23 но не забывайте что крепость закрывается в 7 вечера поэтому до 23 можно прокатиться но а сама крепость закрывается в 7 7 вечера вот так вот народ приезжает и уезжает кстати пишите в комментариях кто катался на канатной дороге и билет который вы покупаете вот здесь вот в кассе вы можете использовать для того чтобы доехать до верха до самого до самого верха крепости просто нужно выйти в канатной дороге пройти мечеть и за мечетью находится стоянка автобуса которая довезет вас до самого-самого верха бесплатно если вы покажете билет и прям буквально в двадцати метрах от канатной дороги на перекрестке находится информационный туристический центр все ссылки я оставлю в описании и сейчас мы посмотрим что у нас есть в туристическом центре там бывают карты брошюры много разной информации здесь продают семиты семиты у нас стоят сейчас лиру 25 аж шоколадом мировая аж шоколадом 250 и вот каждое утро можно покупать свежие вкусные сочные семиты здесь расположен парк видите народ даже приезжает со своими палатками пенками лежаками ту сторону в ту сторону находится пляж и и пещера дам латаш ну а туристический информационный центр находится вот здесь работает он в понедельник пятницу по моему с 8 до 5 с перерывом на обед с двенадцати тридцати до 13 30 с 12 30 до 13 30 перерыв на обед работает с 8 30 до 17 30 в туристическом информационном центре вы можете взять журналы и газеты на арабском немецком английском и русском языках также здесь бывают иногда и французский есть устроен вот такой вот интересный уголок традиционный как выглядят традиционные аланийский дома и вот такой вот вот это вот традиционный гобелен для средиземноморский гобелен узор гобелена здесь есть различные журналы вот например на английском языке про анталью черноморское побережье и вот такой вот журнал о различных городах гора различных городов турции также вы знаете что в анталии есть аквариум и в анталии есть круглогодичный фестиваль скульптур из песка поэтому для вас я здесь возьму различные брошюры на английском на русском языке но их достаточно мало поэтому будут также на английском и вы сможете приехать к нам в офис и взять например вот такой вот журнал о городах турции ну а если у нас не останется то вы можете пройти сюда в туристический центр ну и конечно же про о каппадокии и анталии а на английском языке здесь очень много разных брошюр например балокисир анталии кемер одиаман дача мерсин из них сиды также алания есть в общем вы можете прийти сюда вы в информационный центр истамбул мардин тарсус каньон сападеры пещера дим в общем каш каш калкан потара можно прийти сюда и взять вот эти вот все брошюры если не на русском то на английском языке и есть даже на французском итальянском и испанском испанском языках друзья вот так вот сидя на этих прекрасных традиционных диванах можно взять разные брошюрки на разных языках и сидеть изучать красоты турции алании как я вам уже говорила здесь брошюра есть и из алании и вот что я еще интересного нашла брошюру о средиземноморском побережье турции к сожалению эти брошюры остались только на английском языке но вы хотя бы можете взять и посмотреть насколько средиземноморское побережье турции красивой и какие города стоит посетить на средиземноморском побережье ну и конечно же всеми нами любимый стамбул для эти журналы изготовлены министерством туризма турции поэтому здесь собраны самые красивые фотографии которые были сделаны в стамбуле или других городах здесь есть даже карта метро в общем все что все что вам необходимо и очень интересный журнал также можете прийти за ним он был на русском языке есть также на английском это о древних цивилизациях останки которых сейчас присутствуют в турции например раскопки древних городов такие города как батман диарбакир ван и так далее посмотрите какие потрясающе красивые фотографии конечно же вот эти вот все места стоит обязательно пустить поэтому приходите в туристический информационный центр здесь очень здорово и очень много полезной и важной информации часы работы вы уже знаете поэтому приходите и любуйтесь и конечно же путешествуйте по турции друзья мы взяли для вас различные журналы интересные карты поэтому в описании к этому видео я оставлю как ссылку на туристический центр так и на наш офис где если мы не в офисе то около нашего офиса на стенде для книг все эти журналы и брошюры вы найдете и также карты поэтому обязательно приходите берите и я оставила там маленькие бумажечки с ручкой и специальную машинку для записок поэтому если вы что-то берете пишите ваши имена из какого города вы приехали если нас не будет в офисе и бросайте их в эту машинку в общем приходите берите интересуйтесь и конечно же путешествуйте да и в тайном месте я оставлю шифр вай фая которым вы также сможете воспользоваться если придете к нашему офису и вам будет необходим интернет поэтому турция невероятно красивая интересная страна ну а мы сейчас в алании идем дальше с вами на пляж дамлатаж что вам еще рассказать что вы не знаете о о дамлатаже многие спрашивают дамлатаж клеопатра одно это и то же или нет в общем расскажу так что дамлатаж это вот этот вот район и свое название он имеет от конечно же пещеры дамлатаж поэтому называют дамлатаж и вот этот вот пляж также называют пляж и дамлатаж но на самом деле вся этого вся вот эта вот сторона это пляж клеопатры поэтому я говорю так дамлатаж это начало начало пляже клеопатры здесь есть большая стоянка если вы приезжаете на машине ну и конечно же можно купить кукурузу различные напитки потому что на пляже очень много кафе магазинов и различных ресторанов вот таких вот небольших маленьких небольших маркетов очень жарко сегодня у нас у нас сейчас конец сентября но несмотря на то что конец сентября очень жарко и влажно и скоро мы ждем с удовольствием когда наступит бархатный сезон и будет очень прохладно и сам общем самое лучшее время в алане здесь есть пещера дамлатаж она целебная и вход в пещеру стоит по моему 6 лет давайте сейчас пройдем посмотрим для людей с заболеваниями дыхательных путей для астматиков эту пещеру сеансы в этой пещере прописывают даже врачи в общем пола не воздух везде лечебный так вход стоит семь с половиной лет а для детей для детей 4 лиры музейная карта здесь к сожалению к сожалению не действует и работает пещера продлили время работы с 10 до 22 многие спрашивают об едином билете так вот единый билет действует в пещеру дамлатаж в красную башню и на судоверфь но этот билет можно приобрести только с той стороны крепости около красной башни если вы хотите посетить все достопримечательности со скидкой то сначала идите на ту сторону в красную башню покупайте билет в кассе около красной башни и вы можете посетить красную башню пещеру дамлатаж и судоверфь на канатную дорогу цены я вам рассказывала чуть чуть раньше единого билета на канатную дорогу и пещеру нет потому что недавно поступил такой вопрос единый билет нет единый билет есть на красную башню судоверфь и пещеру дамлатаж она канатную дорогу билет нужно покупать отдельно я сейчас друзья в офисной одежде и даже с пуфлями потому что я приехала сюда по работе но заодно зашла на пляж чтобы показать вам что здесь есть ну и конечно же все вы любите слушать море поэтому сейчас спустимся к морю я покажу вам точнее дам послушать звуки волн здесь вот есть такие беседки которые можно снимать есть лежаки ну и конечно же зонтики которые можно арендовать это тоже один из наших любимых пляжей но больше всего конечно же мы любим ездить на пляж инжи кум ну народу конечно очень много поэтому нам надо куда-нибудь быстренько дойти до воды чтобы поснимать всю эту красоту и 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 около пляжа дамлатаж конечно же очень классный парк вот он пляж а вот здесь такая шикарная зелень и здесь очень классно кстати гулять вечером прохладно можно дышать морским воздухом в общем супер ну и конечно же в этом парке нужно отдыхать лежать например не на пляже на лежаке в жаре вот народ под пальмами здесь отдыхают память конечно здесь просто шикарно особенно тут и пальма очень красивая необычная здесь есть низкие высокие маленькие всякие разные пальмы и и чуть дальше есть небольшой фонтан сейчас здесь цветов нет ну например весной здесь очень красиво распускается тоже многочисленные цветы и что классно здесь есть тень и зелень поэтому можно сидеть в тенечке в зелени и дышать морским воздухом мне кажется это самый главный плюс этого пляжа это можно просто приходить рисовать читать в общем заниматься всякими разными интеллектуальными делами и одновременно оздоравливаться вот здесь небольшой фонтан на вот этих беседках видите остались остатки буганвили но но не так много как было раньше фонтан здесь конечно небольшой но тоже пенечек и и здесь можно также наблюдать канатную дорогу как кабинки туда-сюда сноют в общем друзья вот такая вот здесь красота на дам латаша с этой стороны дам латаши конечно же пляжи а если пройти в ту сторону то там расположен очень классный детский парк и тоже много прогулочных зон поэтому я очень люблю этот район и когда вы приезжаете в отпуск рассматриваете этот район когда бронируете отели квартиры и так далее поэтому отдыхать здесь просто одно удовольствие поэтому я надеюсь что вам понравилось это видео и на сегодня мы с вами прощаемся конечно же не забывайте про наш инстаграм там всегда очень много классных советов советов фотографий так далее и подписывайтесь и будьте в курсе а на сегодня всем всего хорошего пока пока